Всем привет, меня зовут Лера, и сегодня я записываю снова видео о Пинтересте. На моём канале уже есть два видео о Пинтересте. В этом видео я рассказывала о том, что такое Пинтерест, что он даёт авторам, как на нём развиваться. А здесь я переделывала свой профиль под профиль фотографа. У меня был такой период, когда я совсем не заходила на Пинтерест, и я решила обновить свой профиль, сделать его больше под то, чем я сейчас занимаюсь. Я портретный уличный фотограф, и также я анализировала очень много аккаунтов, для того, чтобы понять, что я могу грузить в Пинтерест, и как я могу привлечь трафик на свой сайт и другие соцсети. И я выделила несколько идей, которые вы можете использовать и создавать свои пины. Первая идея — это выкладывать фото со своих фотосессий и прикреплять ссылку на сайт или на какую-то соцсеть, на которую вы хотите пригнать, так скажем, трафик. И вас никто не ограничивает выкладывать одну и ту же фотографию, только с разным названием, описанием и разными также ссылками. В Пинтересте главное пробовать, искать разные ключевые слова, теги и так далее. И из-за того, что вас никто не ограничивает, можно выкладывать несколько таких разных постов. Вторая идея тоже довольно-таки простая. Если вы занимаетесь соцсетями, то вы выкладываете наверняка короткие видео в TikTok, в YouTube, либо еще в одну соцсеть. И вас также ничто не останавливает заливать эти видеоролики в пин-идеи, либо просто в ленту, создавая пин. Тем самым вы привлекаете больше внимания к своему профилю. Я снимаю также видео на YouTube. Мне хотелось сделать какие-то посты, которые будут отсылаться к этим видео. Здесь у меня получилось придумать простую идею. Это фотография, которая цепляет взгляд. Также подпись, какой-то вопрос или какая-то боль клиента, как это называется. И далее обязательно логотип. Либо ваша какая-то отличительная картиночка, либо название бренд. И обязательно я прикрепляю именно ссылку на YouTube. Тем самым, когда человек видит какой-то вопрос, который его волнует, он кликает на изображение, переходит на YouTube и там получает ответ. Далее очень тоже простая идея. Это прикреплять фотографию, поверх которой написан текст, а именно настройки фотоаппарата. И это очень удобно и легко сделать можно в самом Пинтересте, если вы, допустим, делаете пин-идеи. Там можно просто указать, какая у вас выдержка, экспозиция и диафрагма. Также, если мы разбираем эту же идею, можно подписывать, на какую камеру это снято, с каким объективом это снято. Следующий пункт я назвала Tips and Tricks. И это такие лайфхаки для фотографа. Я уже выставила такую пин-идею, и в прошлом видео это можно было увидеть, как я это делала. И там получилось очень просто. У меня недавно была фотосессия, я отобрала несколько кадров с нее, проанализировала, как я сделала эту фотографию. И просто подписала. Все. Идея, которая была уже в прошлом видео, это Simple Foreshoot Outfit Idea. И в этой идее вы можете показать идеи причесок, идеи макияжа, идеи одежды на фотосессии. Все, что угодно. Либо перечислить какие-то реквизиты и просто наглядно это показать. Следующая очень такая интересная идея, и которая почему-то всегда привлекает внимание, это обработка до и после. Это может быть как в виде коротких видео, так, я думаю, можно поэкспериментировать и с внешним именно представлением фотографии. То есть, либо разделены кратно две части, здесь до, здесь после, либо еще как-то поиграться. Если вы развиваете сайт и пишете блог, то здесь можно поступить так же, как я поступаю с видео с YouTube, а именно подготовить картинку, которая связана с статьей в блоге. И сделать просто ссылку на именно эту статью. И на этом, я думаю, идеи закончились, и у меня есть несколько советов. А именно, пробуйте с разными форматами. Допустим, из картинки сделайте видео, то есть анимируйте картинку, добавьте на нее текст, или наоборот не добавляйте, и смотрите, как это откликается у аудитории. Используйте также разные приложения для упрощения процесса, такие как Unfold, больше я не помню. Именно те, которые помогают, допустим, в одной соцсети вести истории, либо выставлять посты, и используйте это все для Пинтереста. И последний совет, который я уже озвучивала, не ограничивайтесь одним бином на какую-то тему. Пробуйте разные заголовки, пробуйте разные картинки. Не бойтесь брать картинки с Unsplash, и используйте их спокойно в своем Пинтересте. А на этом все, спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то идеи для фотографа, и не только, пишите их в комментарии. Не теряйте себя, и до встречи в следующем видео. Пока!